Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! Все, чем запомнилась Махачкалинская неделя, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Махачкала без мэра, но с вриё. Салман Дадаев подал в отставку о причинах в начале выпуска. Построенное днём, снесут ночью. Новый градоначальник распорядился убрать кофейню в центре Махачкалы. Экстренная эвакуация в детской больнице. Навыки ликвидации открытого горения и действия медиков в случае ЧП проверили столичные спасатели. Подробности в выпуске. Отставка мэра Махачкалы, о которой так много писали в дагестанском сегменте соцсетей, в последние несколько недель состоялась. На очередной сессии депутатов городского собрания Салман Дадаев объявил о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. При этом Дадаеву пришлось настоять на рассмотрении вопроса о собственной отставке. Депутаты проголосовали «за» только со второго раза. В своём выступлении бывший градоначальник попросил собравшихся дать возможность поработать и всячески помогать новому руководству города. Он извинился перед махачкалинцами за то, что не всё успел. Но в то же время, по словам экс-мэра, его команде за неполные 4 года многое удалось. Впервые у нас пешеходно-ориентированные пространства начали появляться. Впервые мы начали сочетать компиляцию мнений, конкретно несколько программ в одном проекте. У нас много таких. Мы наконец-то внедрили пилот по детскому питанию. Всё, что говорили, говорили, мы это всё начали делать. Впервые, впервые, впервые. И ещё много у Махачкова таких вопросов стоит. Но, у нас разные взгляды с руководством республики на развитие города. И в данной ситуации дорожание совпадает не важно. И есть очень много мер поддержки, которые руководство республики и посредством бюджета республики и включение в федеральные программы может оказать содействие в развитии города. Исполняющим обязанности главы столицы Дагестана назначен Резван Газимагомедов, которого до этого утвердили на должности одного из заместителей мэра Махачкалы. Резвану Газимагомедову 61 год, он уроженец села Арчо Ахвахского района. До недавнего времени занимал должность вице-премьера Дагестана. Ранее возглавлял горсобрание депутатов Махачкалы, Министерства промышленности республики, а также работал советником министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. А еще накануне до отставки Дадаев встретился с представителями общественного движения «Город наш». Открывая встречу, он подчеркнул, что представители движения – это люди, любящие свой город, переживающие за него, прилагающие массу усилий для защиты его интересов и добивающиеся успеха в своей деятельности. Приятные моменты бывали, даже после той же самой улицы Карпасова, когда и Бахтиар, и другие коллеги сказали, оказывается, так можно взять и улицу отдать горожанам, взять и услышать горожан и сделать так, как горожане говорят. Потому что город и есть горожане, он для… это не мой лозунг, это Сергей Семенович лозунг. Город удобный для жизни, город для горожан. Он так и должен быть, потому что мы выросли вот в таком городе, а потом у нас его забрали. А почему мы его не можем обратно вернуть? Мы можем. В этом нет ничего невозможно. У меня чуть-чуть получилось это сделать, а скажу, тоже не сразу строилось. Потихонечку, потихонечку. В ходе беседы не раз звучали слова благодарности в адрес Дадаева за его работу по возвращению в оборот муниципалитета «Земель», за защиту Альтавского леса и увеличение зеленых насаждений, за новые дороги и качественные тротуары. Почти каждый выступающий отметил и оперативную обратную связь с главой города, которой не было прежде. В завершении Дадаев передал активистам движение «Красную папку» с перечнем участков, которые администрация отсудила у незаконных владельцев. Сейчас закончилась встреча у нас с Салманом Кореевичем, уходящим мэром. Он нам, активистам «Город наш», передал очень важную, грандиозную папку. Здесь перечень всех участков, которые администрация смогла отсудить у незаконных владельцев. И это наследие, которое мы будем хранить и беречь. И мы будем отслеживать судьбу каждого из этих участков, чтобы не получилось так, что эти участки опять ушли от горожан. Спасибо большое за наследие, мы будем следить на страже. Резван Газимагомедов провел на неделе первое совещание в статусе исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Градоначальник начал работу с налаживания связей с главами внутригородских районов, отметив, что впредь они будут участвовать в еженедельных аппаратных совещаниях и в обсуждении важных для столицы проблем. В числе первых заявлений и вопроса использования ранее освобожденных земель. Все участки, возвращенные в собственность муниципалитета, должны быть использованы под объекты социальной инфраструктуры, заявил Резван Газимагомедов. Кроме того, он подчеркнул, что все непременно должно быть прозрачно. О планах и реализации на каждом земельном участке обязательно должны знать горожане. Отдельно он высказался и о проблемах газификации пригородных поселков и о подрядчиках, выполняющих работы. Здесь, по словам Газимагомедова, разговор будет жесткий и без поблажек. По СУЛАКу я с вами повторяться не буду. Без газа СУЛАК не должен остаться. Меня не волнует подрядчик, не подрядчик. Дайте мне объективную справку, что делать, если не сделано. Я думаю, мы найдем силы самим решить эту проблему. А кто этим занимался, их отстраним просто от этого дела. Другого подхода не будет. Человек отвечает, он будет отвечать за результат. Говорит, находит оговорки, это мы все стали мастерами. Кто задачу не выполняет, ну извините, идите на более легкую работу. Здесь эффективность на первом месте будет работать, всех касается. Исполняющий обязанности мэра Махачкалы Резван Газимагомедов поручил незамедлительно демонтировать самовольно установленный павильон в центре города. Кофейня возводилась на территории сквера у памятника Эфинди Копиеву на проспекте Расула Гамзатова. Руководитель столицы заметил, что еще на днях, когда он проезжал мимо, объекта не было. Оперативность поражает, конечно. Это, по-моему, за два дня сделали. Позавчера проезжал, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. Мы приняли по ним решение категорическое убрать, освободить, привести порядок. За счет его же. Документов, согласования не было. Предписание дали уже все. Предписание дайте. На месте также присутствовал совладелец торгового павильона, который сообщил, что объект будет снесен этой же ночью во избежание транспортного коллапса. После диалога с главой Ленинского района объект будет демонтирован. Будем заниматься сегодня ночью, чтобы не было никаких проблем по передвижению этого объекта на базу. Когда планируешься? Завтрашнего дня объекта не будет уже. А накануне Резван Газимагомедов осмотрел школы и детские сады столицы, в которых проходит капремонт. Первой локацией стало среднее образовательное учреждение номер 28. Основные работы здесь завершены. Осталось привести в порядок несколько аварийных помещений. Посетил градоначальник и детский сад номер 59, где в прошлом году был обновлен фасад здания. Благоустроена дворовая территория, а также заменена кровля. Представительная делегация мэрии осмотрела и другие объекты. По завершению объезда Газимагомедов поручил своим заместителям держать на контроле ход реализации программы по капитальному ремонту образовательных учреждений города. Еще один объект, который проинспектировал Резван Газимагомедов – подземный переход к городскому пляжу. В рамках комплексного благоустройства городских территорий в текущем году администрация Махачкалы проводит его реконструкцию. Кроме того, на территории Родовского бульвара, на участке от Кумыкского театра до улицы Ливаневского, будет установлено и уличное освещение. В ходе осмотра городского пляжа Резван Газимагомедов побеседовал с жителями столицы, которые ежедневно посещают набережную. – Все сухие деревья, видите, их надо все убрать. Если вы хотите, чтобы этот пляж у вас был красивый, вот эти деревья… – Пляж у вас или у нас? – У нас. – У нас. – Все деревья, они все гнилые, их надо убрать. – Это вопроса нет. Это абсолютно правильно. – И маленькая такая позволь, вот этот наш озон сохранит. – Если он красивее станет, вы не против? – Нет. По итогам обхода заместителю Бахтияру Улаеву дано поручение проверить все нестационарные торговые объекты на Родовском бульваре, в городском саду и сквере имени Сулеймана Стальского. Также будут проанализированы все разрешительные документы на строительство, выданные за последние два месяца. – Вот этот будок, вот эти кафе, пристройки, все остановите, пока не ревизировали. – У всех документы проверить. Прямо сейчас остановите. И все стройки проверьте, дайте мне этот реестр в последние месяца два, что дали. – Ни одна стройка сейчас без ревизии не пойдет. Хорошо? Тем временем завершается ремонт и на улице Хивская в Махачкале. Реконструкция проводится в рамках проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Протяженность улицы составляет более 300 метров. Все ремонтно-восстановительные мероприятия были проведены в установленные сроки, несмотря на погодные условия, которые временами препятствовали работе. – На сегодняшний день уже проведены работы по укладке тротуарной зоны, а также подготовлены основания и идет укладка асфальтобетона. В многопрофильной детской больнице, по легенде учений, МЧС – крупный пожар. Спасатели проверили навыки ликвидации чрезвычайной ситуации и действия медиков в случае ЧП. Служба пожарной охраны позвонила медсестра, сообщив диспетчеру адрес и координаты. Не дожидаясь приезда спасателей, медперсонал начал экстренную эвакуацию пациентов. Пожар возник по причине короткого замыкания электропроводки в одной из палатк радиологического отделения, вследствие чего создается угроза распространения огня по всему этажу. Прибывшие по условному сигналу пожарные подразделения приступают к разведке и тушению огня, одновременно спасая оставшихся в здании. Площадь условного возгорания составила 20 квадратных метров. Всего в учении было задействовано 11 единиц техники и 44 человека личного состава. И немного о спорте. Около 150 юных борцов-классиков оспаривали награды республиканского турнира в поселке Семендер Махачкалы. На ковер спорткомплекса имени Али Алихановича вышли представители 10 команд из городов и районов Дагестана. Возраст спортсменов от 6 до 12 лет. В соревнованиях в основном участвовали новички. Несмотря на юный возраст, начинающие классики уже владеют многими приемами. По словам специалистов, ребята показали хороший уровень подготовки и волю к победе. Около 150 участников, честно говоря, не ожидали. Видимо, есть желание бороться, поэтому собрались на сегодняшний праздник. В Семендере в этом зале я тренирую. Здесь у нас тренируется около 150 учеников. Это для самых новичков турнир для 2010-х, 2012-х, даже до 2015-х годов. Собралось очень много детей, значит, есть большой интерес к этому виду спорта. Лучших спортсменов ждали кубки и памятные медали. Больше всех наград высшей пробы выиграли хозяева ковра спортсмены из школы имени Али Алихановича. Также отличились спортсмены из Буйнакского района и Махачкалинской спортшколы «Спартак». Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до скорой встречи в эфире.